Всем привет! Сегодня будет видео о том, что я взяла с собой в отпуск из косметики. Как вы уже поняли по пальмам, я в отпуске, я сейчас нахожусь в Турции. Да, если слышите, орут еще пятюхи. Я сегодня буду показывать не столько декоративную косметику, потому что она нам не нужна, когда жарко. Больше то уход и о том, что взять с собой, так скажем, на пляж. Значит, первое, что нам нужно, это средство от загара. Это вот средство для тела, это небесан. Масло я его использую только для ног, в основном, чтобы ножки так висели и, ну, на живот, на руки. Для лица я использую специальное средство. Это Биарешко SPF 50. Вот. Очень важно, чтобы лицо у нас не загорало, иначе будут предметные пятна. Окей. Дальше, еще что, что, что. Ну, еще у меня есть средство просто 30 для тела. Это Нивея. Нивея тоже, вроде бы, то ли детская, то ли какая. В начале отпуска используешь как можно больше SPF, потом, потом просто понижаешь этот фактор до 20, 15 и так далее. Но сначала 50 либо 30. У меня вообще достаточно сильно кожа реагирует на солнце. То есть у меня либо аллергия начинается, если я резко приехала, резко изменила климат, начинается аллергия и вот я опираю. Поэтому вообще есть такая рекомендация. Сначала, перед тем, как вы едете в отпуск, пропить, пропить средства от аллергии за пару дней и в начале, как только приехали в отпуск, тоже пару дней попить таблеточку. Окей. Ну, это, конечно, нужно проконсультироваться. Дальше. Дальше. Дальше, дальше, дальше что. И вообще по уходу. По уходу я с тобой взяла вот такой набор. Это не весь набор. Там еще есть умывашка и лосьон. Это Fenty Skin. Я его урвала просто, когда только открыла Sephora пару недель назад у нас в Москве. Это, на самом деле, моя самая любимая косметика и самая лучшая. Мне она очень подходит. Она очень сильно изменила все качество моей кожи. Там ниацинамид и еще какие-то полезные штучки. Поры чистят. То есть вообще не матируют, а как бы чистят лицо очень хорошо. Дальше. У меня что еще с тобой? Что еще с тобой? А, ну, поскольку я достаточно долго планирую находиться в топом климате и не будет возможности ходить в наши салоны, я взяла с собой средства для ногтей. Это, собственно, этот лак у меня сейчас на пальцах, на ногтях. Это бренд AQ Beauty. Это дегидратор, который вы наносите перед тем, как покрасить ногти. Далее. Два слоя вот такого лака 004. Это просто идентичный цвет Luxio Delicate, если кто знает. Шикарный цвет. И то есть вы его так наносите, и вообще не просто наносить сама лак. Наносите, и он равномерно на пальцы просто распределяется сам. Как будто вы сделали выравнивание. И нанесли два слоя, и он высыхает буквально за минуту. То есть очень удобно. И потом наносите вот такой вот, вот такой вот топ. Глоссий. Есть еще матовый, а этот вот такой вот обычный блестящий. Наносите и входите. Вот, собственно, мой маникюр. Ну, правда, уже дня три. Но я считаю, я шикарно нанесу. Спасибо. Учитывая тот фактор, что я не имею красоты. Окей. Дальше. Дальше. Если вам все-таки нужен какой-то тон, пока вы находитесь в жарком климате, это... Потому что работаете в жарком климате, либо уже вечером, то я всегда использую... Я вообще и зимой, и летом использую практически всегда мой любимый тон. Это MAC Face N20. Это 120 миллилитров. Он достаточно большой, и мне хватает года до два. Я не знаю, можно его так долго использовать, но с ним ничего не происходит. Ну, вроде бы можно. Ну, года три, по-моему, срок годности косметики. Поэтому вот. У меня тон N3, натуральный, троечка. Когда загораешь, он еще подстраивается под твой тон кожи, поэтому подходит очень много. Дальше. Там дождь, это он на водной основе, и поэтому он не подчеркивает никакие шелушения, струхость. И я также его могу использовать и зимой. Окей. Дальше. Тело, тело, тело. Если вы... Есть такой секретик, если вы намажетесь... А, для тела. Для тела. Для тела я использую... Для тела я использую вот такую штучку. Это тоже можно купить в Альдебаты, либо в Сфори, либо заказать где-то... Не знаю, она где-то может продается. Раньше я продавался в Сфори у нас в России. Это средство от бренда Sol de Janeiro. Sol de Janeiro или Sol de Janeiro. По-испански, если это крем. С сумасшедшим запахом. У меня его уже осталось мало. Он такой вот йогуртовой консистенции. Я думаю, что поймете. Но он просто сумасшедший пахнет. Вот если, я не знаю, это карамель какая-то, фисташка, кокос. То есть, вот если кто пахнет на пляже шикарно, так это значит, он намазался этим кремом. Просто обалденно хочется человека просто съесть, который намазался им. Также мне делают комплименты, когда я им мажусь. То есть, он говорит, так вкусно пахнет. То ли попкорном, то ли карамелькой. Непонятно. И также к нему идет вот такой вот спрей. Спрей тоже Sol de Janeiro. И он повторяет запах вот этого крема. Но крем, если честно, мне нравится больше. Но его можно напчикать на волосы, например. Вот и сделаем. В общем, это можно использовать в жарком плименте вместо духов. Это шикарный, шикарный. Я купила это все в наборе. Поэтому мне очень понравилось. У них еще есть шикарный такой же гель для душа. С таким же запахом. Просто обалденно. Как будто вы принимаете, я не знаю, какой-то другой спа. Хорошо. Дальше. Если вы хотите использовать парфюм в жарком плименте, то я бы советовала вам какой-то цитрусовый аромат. Это Guerlain Aqua Aliguria. Вот такая вот водичка. Она пахнет прекрасно какими-то цитрусами, мандаринами. Ну да. Мандарин базилик. Очень вкусно. Для лета самое то. Дальше. Дальше. Что? Дальше. Дальше. Дальше вот такое средство от Beauty Drugs. Это такой жидкий хайлайтер Strobing. Если вы идете, если вы в какой-то вишер в ресторане, то вы наносите вот это средство на загорелые ножки, и у вас просто шикарная становится кожа. Я здесь не видно, наверное, но если посветить светом лампой, то будет очень красиво. Такие вот, знаете, блестящие, идеальные кожи. Идеальные ножки. Также это можно использовать как хайлайтер, либо как прами для макияжа, если вам нужно в течение. Но на самом деле в жарком климате я не советовала бы использовать средство с таким вот сиянием, потому что выглядит, как будто вы просто в спортиве. Как-то так. Вот это Beauty Drugs. Вроде бы он еще продается в золотом яблоке. Здесь ничего не написано. Я думаю, он в едином стоите себе продается. И следующее, последнее средство. Это, на самом деле у меня там целый ящик косметики, но решила вам показать только этот. Это блест от Brandy Beauty. Это просто сумасшедшая средство. Я сейчас даже вам покажу на твою губа. Не знаю, у нас какая-то будет имя. Я думаю, что ты видишь, как она была обновлена. Это не надо. Это была моя культура. Я надеюсь, что ему нужно делать по-нашению той жеoby. Это не менее много без хорошего. Ты не можешь сделать, что это было. Урауны. Так-то давайте покажем. Могите, мигская машина. Это шоу-тау-тау-тау-тау. Так-то это помогаю, я думаю, что мне кажется. В общем, это просто сумасшедший блеск, особенно, если вы на стол, может выглядеть просто, как будто вы увеличили себе губы. Очень сексуально, очень красиво. Особенно с вечерним мейком, да, если вы делаете акцент на губах. Вообще, блеск, наверное, всегда шикарней смотрится, интереснее, скажем, playful, чем помада. Какая-то такая бесплатность. Так, ну, на этом все. Надеюсь, я была полезна. Пишите комментарии и увидимся в следующем выпуске. Пока! Очень красиво данное средство смотрится. Очень красиво данное средство смотрится, особенно на солнышке. Я просто обалдею, и запах просто шикарный. Поэтому возьмите, пока он еще представлен в России, вы точно не пожалеете. Вот такой у меня вид. Всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...